В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Самарская делегация вернулась с четвертого всероссийского форума лучших муниципальных практик, который проходил в Уфе. Строгие рамки. Городские власти намерены поставить на место застройщиков, чьи площадки нередко выходят за установленные границы. Как стать успешным политиком? Секретами работы с участниками Международного форума «Иволга-2016» поделились депутаты Самарской городской думы. Лилась песня от Крыма до Самары. Самарский сводный хор вернулся из Севастополя. Первые результаты форума лучших муниципальных практик, прошедшего в Уфе, уже есть. Самара и корейский город Тхоньон подписали меморандум о сотрудничестве. Молодежная политика, культура и туризм – основные направления, по которым будет вестись совместная работа. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Рассказывать в своей стране о Самаре как о городе больших возможностей. Такое обещание дает мэр города Тхоньон. Руководителя корейской делегации вдохновляет рассказ главы Самары об Объединенном университете. В ВУЗе мирового уровня выделена квота 8% на обучение иностранных студентов. Мы приложим все усилия, чтобы студенты, извившие желание учиться в Объединенном университете, получили такую возможность. И думаю, что со своей стороны мы сформулируем еще ряд предложений по созданию рабочих мест, по привлечению инвестиций. Если таково желание будет со стороны города Тхоньон или, может быть, со стороны наших инвесторов, вложить инвестиции, принести инвестиции в ваш город, мы такие предложения подготовим. Самарские власти и представители города Тхоньон обсуждают направление дальнейшего сотрудничества. Оба города богаты культурными традициями. Представители договариваются принимать на своих площадках творческие коллективы города-партнера, участвовать в фестивалях, а также наладить обмен молодежной. Обсуждается и развитие взаимного туризма. Наш город – туристический город. В год мы принимаем 6-7 миллионов зарубежных гостей, но и корейцы тоже выезжают за границу. В России они ограничиваются городами Москва и Санкт-Петербург. Но мы подумаем, как в этот маршрут включить и Самару. Мы вчера погуляли по набережной и были в восторге. Видели ракету и были на концерте в филармонии. Такой город определенно заслуживает внимания туристов. Глава обоих городов подписывает меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Обмениваются подарками и договариваются развивать и укреплять партнерские отношения. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Соглашение о сотрудничестве всероссийского и южнокорейского городов – только один из итогов прошедшего в Уфе форума. Самарская делегация не только смогла достойно представить свои наработки, но и узнать много интересного о проектах, которые реализуют в других городах. По сути, форум стал площадкой для всероссийского обмена опытом. В мероприятии приняли участие 68 делегаций. И впервые форум вышел на международный уровень. В ней его проведение в Уфе работала съемочная группа телеканала «Самары ГИС». Репортаж Олега Зверева. Репортаж Олег Фурсов. У города 24 официальных партнера, из которых один – Старозагора, Побратим. И это сотрудничество принципиально важно для всей России. Установление крепких дружеских связей между отдельными городами помогает обеспечить интегрированность нашей страны в мировую экономическую, правовую, культурно-образовательную среду. Делает возможным более активное развитие экономики, способствует внедрению новых технологий, сохранению и приумножению культурных ценностей. Мы видим, что вне зависимости от политической ситуации в мире, несмотря на экономические санкции и прочие барьеры, которые устанавливаются между государствами, дружба между городами-партнерами и городами-побратимами не прекращается. Люди приезжают друг к другу и продолжают дружить. Это и есть так называемая народная дипломатия. В рамках работы форума у Самары появился еще один, уже 25-й партнер. В феврале Союз Российских Городов договорился о сотрудничестве с Национальной Ассоциацией Мэров Южной Кореи. А в день форума подписано соглашение между городами Самара и Тхон Йон. Партнерские взаимоотношения открывают большие перспективы для совместных проектов в сфере образования, культуры и туризма. Подписывая это соглашение, мы рассчитываем, что город Самара и город Тхон Йон будут развивать свои отношения и продвигать совместные проекты в этой сфере. Союз Российских Городов – одна из наиболее авторитетных организаций страны. Для участия в нынешнем форуме в столицу Башкортостана съехались представители 68 муниципалитетов. Посмотреть в Уфе действительно есть на что. Город реализует 20 успешных практик, многие из которых отмечены наградами на федеральном уровне. А к моменту проведения саммитов Уфа привела в порядок более 5000 объектов. Город практически полностью избавился от незаконной уличной рекламы и сомнительного толка торговых павильонов. Посады домов в идеальном состоянии, повсюду цветы. Самара тоже движется в этом тренде. Наша делегация привезла немало интересных проектов в сфере экономики, развития, агломерации, культуры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неудивительно, что лучший баянист планеты из Самары, где, собственно, и был создан первый российский баян. Кроме того, особого внимания заслуживает аэрокосмический комплекс всемирного значения, статус запасной столицы в годы войны, парад памяти, грушинский фестиваль и многое другое, что составляет культурный облик Самары. И федеральные тренды. Год культуры, год литературы, год кино. Нам, оказывается, есть чем гордиться. Свыше тысячи писателей так или иначе были сопряжены с этим замечательным городом на Волге. Мы собираемся ставить памятник в следующем году. 120 лет русскому баяну мы собираемся тоже громко отмечать, поэтому приглашаем всех в Самару. Мы собираемся также открыть большую школу искусств, в которой сейчас ведется разработка именно программы. Туда войдут и классические формы искусств, и современные формы искусств. За три дня работы форума самарской делегации смогла изучить немало интересных наработок. Достаточно отметить, что специально к мероприятию был издан сборник материалов больше тысячи страниц. Но и себя наш город представил достойно. Не случайно прозвучало предложение следующий форум провести в Самаре. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События Уфа. Поставят на место. Многие стройки в Самаре выходят за установленные границы, мешая и пешеходам, и автомобилистам. На это явное нарушение закона. Городские власти не намерены закрывать глаза. Бизнесменов научат работать в рамках дозволенного. А непонятливым придется раскошелиться. Вышли за рамки, получите штраф. Проверка стройплощадок в Самаре показала. Треть из них занимают площадь большую, нежели указанную в разрешении на строительство. Зачастую недобросовестные застройщики платят аренду только за те квадратные метры, на которых будет возведено здание. А территории по технику и проведение работ огораживают под шумок самозахватом. За строительным забором могут оказаться и тротуары, газон и даже проезжие части. Сейчас в городском департаменте градостроительства собирают информацию по каждому участку. Какая территория используется незаконно и сколько времени. Можно было бы уже после определения данной информации осуществить расчет неосновательного обогащения и впоследствии обратиться в суд. По итогам проверки глава города поручает сделать статистику, в каком районе выявлено больше всего нарушений. Факты незаконного использования земли, отмечает Олег Фурсов, это следствие слабого контроля со стороны как департамента градостроительства, так и районных властей. Когда сформулируете все, сформируете, я думаю, надо до судебного порядка предложить возместить, я так понимаю, да, возместить незаконно полученную прибыль и восстановить границы в пределах ранее отведенной. Если это невозможно, значит, найти надо форму с тем, чтобы узаконить использование этой земли, но это, конечно, крайний вариант, и внести изменения в договор об аренде участка земли. То есть этот вопрос должен быть до конца доведен. Навести порядок в строительной сфере как можно быстрее – одна из главных задач, отмечает глава города. На две организации Росреестр уже наложил штраф за самовольный выход за границы. Остальные – только вопрос времени. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков, События. На Мостряковских озерах продолжается Международный молодежный форум и Волга. В этом году на Поляне собрались больше двух тысяч человек из Приволжского федерального округа и других регионов страны, а также две иностранные делегации. Поделиться опытом с молодежью приехали и депутаты городской думы. О чем народные избранники рассказали, будущим политикам знает Лариса Шалафаст. Узнать о работе городских депутатов из первых уст собрались десятки ребят из разных городов России. Общение длилось полтора часа. За это время участники встречи смогли задать все интересующие вопросы. Многие участники смены политика позиционируют себя как будущих депутатов и управленцев. Для них важно неформальное общение с теми, кто уже достиг успехов в работе. Очень интересно разговаривать с действующими депутатами. Я поняла, что быть депутатом не так-то просто, как это кажется, что действительно очень много разных обязанностей, но тем не менее это меня никак не оттолкнуло. Будущие политики спрашивали о реформе системы местного самоуправления. Сейчас у районных властей больше возможностей. Преимущества депутаты объясняют на конкретных примерах. Раньше на закрытие канализационного люка могли уйти недели. До ответственной организации еще надо было достучаться. Сейчас вопрос решается в течение двух часов. Также во время встречи депутаты рассказали о том, как они пришли в политику и в чем заключается их работа с избирателями. Для нас это общение не просто для того, чтобы чему-то ребят научить, а скорее взять у них все то, чего нам не хватает. Потому что мы тоже делаем первые шаги в реформе местного самоуправления, нарабатываем определенный опыт. Общение было очень достойным и полезным для той и для другой страны. Аудитория, которая в палатке политику была сосредоточена, интересует жизнь, общественная жизнь, очень важно. Интересует форму проявления себя. Самое главное, есть критический подход, есть предложения по законотворческим инициативам. Участников «Иволги» ждет насыщенная программа. На форуме 10 смен по самым разным направлениям. Запланированы встречи со знаменитыми людьми, учеными, политиками, журналистами. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Работает на «Иволге» и спортивная смена. К тем, для кого здоровый образ жизни и спортивные достижения. Не пустой звук, приехали легенды российского спорта. Баскетболист Андрей Кириленко и гимнастка Светлана Хоркина. Звезды не только рассказали, как им удалось так ярко засветиться, но и поделились секретами, как удается и сейчас, завершив спортивную карьеру, устроиться в обычной жизни. Шатер на сотню зрителей. Температура за бортом порядка 30 градусов выше нуля. Внутри все 40. Кондиционеры не справляются. И понятно, на спортивной арене «Иволге» звезда баскетбола Андрей Кириленко. Еще недавно он играл за столичной ЦСКА в чемпионате страны «Юта-Джаз» в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр. И вот уже год возглавляет Российскую федерацию баскетбола. Помогают ему в работе и самарские экс-баскетболистки экс-клуба ВБМ «СГАУ». Причина такого успеха в жизни проста, считает заслуженный мастер спорта. Это трудолюбие и немного удачи. Сейчас поколение, которое закончило свою карьеру, оно очень сильное и толковое, талантливое. Та же Илона Корстен, которая у нас сейчас находится в директорате единой лиги. Светлана Амбросимова, Маша Степанова. Короче, есть девушки, которые прекрасно, я думаю, себя проявят в дальнейшем. Подхватила спортивную эстафету на Мостряковских озерах Светлана Хоркина. Подполковник российской армии, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике. На ее счету 33 медали с чемпионатов Европы, мира и Олимпиады. Из них половина золотые. Ее именем названы семь элементов в опорном прыжке на брусьях и бревне. Сегодня Хоркина входит в руководство ЦСКА и Федерации спортивной гимнастики России. По мнению королевы Брусьев, чтобы постоянно побеждать, нужно отказывать себе в удовольствиях жизни и идти к поставленной цели. Надо прилагать максимум усилий где-то. Иногда и жертвовать чем-то, конечно. Это, ну, возьмем на вскидку. Все идут в кино, а ты не идешь. У меня так было. Я хотела выиграть соревнования по УФП в спортивном лагере. Все шли Бэмби смотреть, а я не смотрела. Я упорно тренировалась, и я выиграла это УФП, будучи очень слабой физически. Участники Иволги приехали на форум защитить свои проекты и получить на их реализацию гранты. Светлана Хоркина свои главные проекты в жизни уже реализовала. Родила сына Ярослава и стала двухкратной олимпийской чемпионкой. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Цветущий район в цветущем городе. Программа по таким названиям, созданная по инициативе главы Самары Олега Фурсова, вдохновила жителей самых разных уголков Самары. Жители Самарского района участвуют в конкурсе по озеленению и цветочному оформлению дворов и территорий. В тени зелени одного из дворов по улице Садовой отдохнула и наша съемочная группа. Поливать цветочные грядки – любимое дело детворы в жару. Правда, воды и сил на всю эту зеленую красоту требуется очень много. Дружные жители дома по улице Садовой вместе и клумбы сажают, и двор убирают, и чай пьют. У нас очень хороший и дружный двор. Все соседи стараются как-то принимать участие. То есть никто не остается равнодушным или безучастным. Когда выходишь во двор с маленькими детьми, во дворе убрано, красивые клумбы. Очень хотим еще детскую площадку. Немало стараний приложил к благоустройству двора и председатель ТОС. Наш дорогой Борис Иванович. Так жильцы называют хозяйственного председателя. А он, кажется, знает в этом дворе каждый зеленый уголок. В течение трех лет все выросло. А здесь уже посажены многолетние лилии. Пены уже отсвели, вот их срезали. Скоро, так сказать, пойдет второе поколение цветов. Клумбы и кошки, плодовые деревья и кустарники, цветы в горшках и ароматная зелень на грядках. Сложно представить, но этот двор находится в самом центре города. Жители не только этого дома, всего района принимают участие в программе «Цветочный Самарский район». В числе конкурсных номинаций – самый живописный двор, креативная клумба и лучшее оформление. Этим конкурсом мы постарались охватить все сферы деятельности, все предприятия, учреждения, организации и простых граждан, независимо от рода деятельности, формы собственности, и показать ту работу, которую они проводят по озеленению своего рабочего места, по озеленению своего двора, по озеленению того места, где люди живут. Программа «Цветущий город», за основу которой и был принят проект по озеленению отдельных объектов района, была запущена по инициативе главы города Олега Фурсова. И уже только в одном Самарском районе в благоустройстве и озеленении дворов и придомовых территорий приняли участие более 60 домов. Активно помогают жителям и представителям самарского бизнеса. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. Герой нашего следующего сюжета – мастера врачебного дела. Мы продолжаем серию портретных сюжетов о самых талантливых медиках Самарской области. Хирург Борис Цветков и врач общей практики Людмила Ткачук медицине отдали несколько десятков лет. Их профессионализм признают коллеги и сотни благодарных пациентов. Золотые руки просто. Операция прошла такая уникальная, прошла очень быстро. На его счету сотни спасенных жизней. Один из самых уважаемых врачей России, Борис Цветков, хирургом стать не мечтал. Но, видимо, судьба такая. Сегодня он делает уникальные операции, которые навсегда избавляют людей от сахарного диабета. Метод лапароскопический, через несколько дырочек, самый щадящий. Это способно делать всего в нескольких городах России. Довериться золотым рукам доктора Цветкова пациенты приезжают в Самарскую больницу Середавина даже из соседних стран. Это сотни операций в год только по сахарному диабету. А сколько пациентов было за 30 лет работы, не сосчитать. Внимательный к больным Борис Юрьевич все же признается, что если каждого полностью пропускать через себя, долго в профессии не протянешь. Определенная броня есть, но эта броня, она только для того, чтобы себя сохранить для тех же больных. А в основном это, конечно, переживания, это постоянная катастрофа. Каждый день, если у больного что-то плохо, вдруг не так идет, если будут рассказывать, что врачи к этому привыкают, к этому привыкнуть невозможно. Труд Бориса Цветкова получил самую высокую оценку. Ему присвоили звание заслуженного врача России. Наградой «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» отмечена Людмила Ткачук, заведующая отделением врачей общей практики в шестой поликлинике. Врач общей практики – это специалист три в одном, улыбается Людмила Германовна – и диагност, и психолог, и соцработник. А как иначе, если каждый пациент приходит с собственными проблемами и привычками? Влиять надо не только на те симптомы, про которые он рассказывает, а влиять надо на тот образ жизни, который он ведет, объяснять ему, почему он неправильный, почему у него возникло это заболевание, потому что он неправильно ходит, ест, спит или еще что-то делает. Она бывшая моя участковая врач. И когда она ушла на повышение, я прям расстроилась. Но по сей день бегаю к ней, консультируюсь только с ней. Но она от Бога. Три года назад в шестой поликлинике опробовали новую для России европейскую модель работы. В отделении Людмилы Ткачук организовали экспериментальный участок, где пациентов принимает один врач и три медсестры. Его называют комплексным и работает он с 8 до 20 часов вечера. Забронировать талон к узкому специалисту, посмотреть результаты анализов или померить давление – поможет медсестра, не отвлекая врача. Эксперимент признали успешным на федеральном уровне. В этом заслуга и Людмилы Германовны, уверены коллеги. Она у нас передовик, можно сказать, под ее руководством, ее отделение. Этот участок организован, и он не только организован, и один существует. Дальше у нас продолжилась работа в этом направлении. В этом году у нас уже 7 таких участков. Работать приходится по 10 и 12 часов в день. Но для врача главная награда, когда пациенты идут на поправку. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. В России с каждым годом все больше одаренных детей. Об этом говорят музыканты всероссийского масштаба. Сегодня в Самаре завершилась шестая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии. Она проходит под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. На этот раз оттачивать мастерство собрались более 70 юных дарований. С талантливыми музыкантами пообщалась Алина Чемерис. Интермеца Брамса в исполнении юной Анастасии Рязановой. Каждый четко сыгранный пассаж – результат исполинского старания и безграничного вдохновения. Награду за участие в детской академии пианистка получает во второй раз. Чтобы музыка струилась из-под пальцев, говорит, важно дышать в такт с инструментом. С инструментом надо дружить, это твой друг. Когда я играю на своем любимом инструменте, я не чувствую ничего, что происходит вокруг. Я сосредотачиваюсь только на том произведении, которое я играю и пытаюсь дарить зрителям музыку. Шестая музыкальная детская академия собрала участников из стран СНГ и Балтии. Оттачивать мастерство в Самару приехали более 70 юных скрипачей, флейтистов, гитаристов. В течение недели с детьми работали ведущие музыканты страны, читали лекции, проводили уроки. Великий испанский гитарист Андрес Сеговия сказал, что мой остров – гитара. Мне показалось, что с моими детками здесь, с их родителями, с их преподавателями нам удалось создать наш остров, нашу гитарную семью. Я бы сказал, что мы так прямо породнились. Академия проходит под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. В ней участвуют одаренные дети, которым предстоит принять музыкальную эстафету у маститых исполнителей. Сегодня, уверен Юрий Башмет, возможно воспитать музыкантов под стать Чайковскому и Шостаковичу. Главное – их выявить и поддержать. У нас несколько откровений было. Сейчас было прослушивание. Не просто талантливые люди, а отмеченные уже Богом несколько человек. Так что у нас есть таланты и будут. И будут рождаться, и будут развиваться. А мы для этого все делаем. На следующий год организаторы Академии надеются расширить географию и принять на Самарской земле еще больше юных дарований. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Самарский сводный хор вернулся из Крыма. На ЖД вокзале артиста встречала Юлия Черняева, которая и стала очевидцем необычного флэш-моба с участием вокалистов хора. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сегодня мы встречаем Самарский сводный хор. Артисты принимали участие в праздновании Дня города-героя Севастополь. Всего же в составе коллектива 90 артистов из хора ветеранов войны и труда, а также Самарского губернского молодежного хора. Сводным хором руководит заслуженный работник культуры России, почетный гражданин Самарской области Владимир Ощепков. Говорит, что артисты с радостью рассказывали всем жителям Крыма о Самаре. Севастополь – прекрасный город, жители там очень милые, хорошие. Так что были бы шесть концертов дали и в Севастополе, и в САКе наш, по шеф-торон. В общем, везде и в Суре приятно встречаться с хорошими, добрыми людьми. Для всех тех, кому повезло оказаться на железнодорожном вокзале, артисты сводного хора приготовили сюрприз. Исполнили несколько композиций из концертной программы. «Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков!» «Гордость русских моряков!» «Нравится, аж мурашки похожи. Просто гордость какая-то!» Если Севастополь – гордость русских моряков, то сводный хор – настоящая гордость Самарской губернии. Еще не раз планируют удивить горожан своими выступлениями. В ближайших планах – концерт в сентябре к юбилею Самары. А на следующий год хор снова отправится в родной уже город-герой Севастополь. Юлия Черняева, Алексей Золотенков. События. Православные христиане отметили праздник Пресвятой Троицы и Пятидесятницы. Во всех храмах прошли богослужения. Это одно из 12 главных торжеств. Согласно библейскому повествованию, на 50-й день по воскресении Христовым на апостолов сошел Святой Дух. Таким образом, миру была явлена вся полнота Триединого Божества. Это событие считается основанием церкви. У праздника есть и древний прообраз. На 50-й день по исходе из Египта еврейскому народу было дано Синайское законодательство, в том числе хорошо известные 10 заповедей. А поскольку это произошло под открытым небом, с древних времен принято украшать помещения цветами и деревьями. В Новом Завете березы в храмах и жилищах стали также символизировать животворящую силу Святого Духа. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин